Друзья, Питер это вотчина теремка. Здесь есть и фудкорты, и рестораны, и ларьки теремка. Чем известен теремок? Он захайпил типа на ЦБ ситуацию, что вот якобы ставку повысили, теремок кредитуется, возросли расходы и повышают цены. Ну естественно это хайп, типа хоть как-то в информационном поле найти возможность для масс-маркета уведомляться. В чем эта ситуация? Это довольно типичная риторика сегодня, столько энергии сливается от трудящихся на обсуждение ставки. Да, с одной стороны ставка это цена услуги кредит, чем она выше, тем выше расходы бизнеса, кто кредитуется. Кредитуются у нас почти все. Ну и бизнес что, ему как-то нужно отбивать эти расходы, он их может закладывать цену, чтобы платил потребитель за всю эту музыку. Так называемой инфляцией сдержек. И в принципе, да бог с ним, пусть повышает цены, если он на рынке останется после этого. Ведь рынок-то конкурентен вообще пить. Он может и без повышения ставки, так сказать, повышать цены. Это дело личное каждого, главное, чтобы потребитель, так сказать, оценил. Поэтому здесь чисто хайповая вещь. А ЦБ апеллирует то, что, грубо говоря, у нас инфляция спроса сильная, что ребята у нас тут, мы раздули цену на недвижимость два раза. У нас тут просто СВОшники военные столько денег получают и военные заводы, что как бы просто банкуют по любой ставке. Так что не моросите. Вот тут, кстати, окрестности Кудрово. Здесь КАТ рядом. Показываю гостеприимную питерскую погоду, августовскую. А второй момент, знаете, что кто больше всех кричит про высокую ставку, те, кто брали кредиты по плавающей ставке. Они брали кредиты по плавающей ставке, когда ставка была 5-6%, ну а сейчас она 18%. Понимаете, что они пали в трубу. Но кто это кричит? Это, знаете, сервис, что ты пришел в казино и прокричал, что ой, я поставил все состояние и все, проиграл. Ну, ты же приходил в казино. Плавающая ставка – это казино. Вот. Я знаю много таких предпринимателей в России, как долларов-миллиардеров, так и долларов-нищебродов, грубо говоря. Ну, это личный выбор был. Так что не спешите какие-то хайповые вещи, комментировать, узнавать, принимать чью-то позицию. Важно самим профессионально трудиться и вокруг себя создавать какие-то точки рост. Вот. Вот сейчас, кстати, у меня, допустим, на месяц дают 250 тысяч под 0%. Бери, пользуйся, хочешь для потребления, хочешь для малого бизнеса. И таких целевых программ, как для физиков, так и для юриков, полно. Но вместо того, чтобы искать эти возможности, создавать маржинальные бизнесы, сильные команды, мы вот обсуждаем это все. Конечно, любовь России к геополитике, наверное, сравнима с любовью к России к алкоголю. Будьте здоровы, берегите себя.